Как им сохранить свою честь, следовать присяге и клятве, если приказ на преступной? И когда конкретный военнослужащий или полицейский делает выбор в полудзу власти, которая противостоит собственному народу, следовательно является властью преступной, и она является не властью, организованной преступной группировкой, он становится ее сообщником и соучастником, и, соответственно, понесет ответственность. Точно такую же, которую понесли гитлеровцы на Нюнбергском процессе. Поэтому каждый военнослужащий, я на ваш вопрос отвечаю, перед которым стоит вопрос, что делать в случае преступного приказа, ему нужно смотреть не на формулировки или на выражение глаз начальника и заслуживцев, а вот сюда, на какую сторону встать ему лично. Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Мы с вами в студии «Перехват управления», и у нас сегодня два гостя. Это Игорь Алексеевич Гундеров, кандидат философских наук сегодня, я его так представлю, и у нас Евгений Юрьевич Варшавский, юрист. И тема сегодня у нас важная – это преступный приказ. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Добрый день. Игорь Алексеевич, вам тогда слово. Какие вопросы у вас вы хотите поднять более детально по этой теме? Это даже инициатива не моя, а одного из наших слушателей. Мы недавно с вами разбирали тему о преступном приказе, о присяге военнослужащих, сложные сейчас обстоятельства. Вот был марш Пригожина, и там расстреляли и вертолеты, и самолеты, и более десятка человек погибли. Так вот, это же был дан приказ – расстреливать. Выполнять приказ или не выполнять? В армии известно приказ начальника – закон для подчиненных. А вот тогда возникает тема, которая не освещена. И вот этот мне позвонил товарищ, и я чувствую, ну вот он говорит, разумеется, никаких ни адресов, ни фамилий. Когда-то недавно был еще в спецслужбе, и чувствую, там, наверное, полковник не ниже. И он говорит, это очень-очень важный вопрос, его нужно специально осветить. С тем, чтобы сотрудники и Росгвардии, и МВД, и военных знали, как поступать в таких сложных обстоятельствах, которые реально возникают. И более того, он даже предложил грамотно, не нарушая, разумеется, в рамках закона, написать памятку. Вот как относиться к таким критичным ситуациям? Например, вот Пригожин дал бы приказ самолетом идти бомбить Нового Огарева. Мог издать приказ? Мог. Вот как поступать летчику? Подчиняться приказу или не подчиняться приказу? Вот эти вот вопросы обсудить сегодня. Евгений Юрьевич как раз юрист, я-то в этом плане дилетант, случайно залетевший. Вот поговорить на эту тему. Дело в том, что Пригожин право отдавать приказы вне своей банды не имеет. И военнослужащиму подчиняться не то, что не обязаны. Если они это сделают, они совершат воинское преступление. Особенность военнослужащих любых видов, включая и полицию, и спецслужбы, в том, что они приносят присягу. Это совершенно другой механизм, нежели контракт или трудовой договор. Присяга, ну, если позволить буквально пару слов, откуда она взялась, какие этапы прошла, опять-таки в пределах пары минут. Присяга возникла еще в средние века, и ее правовой смысл тогда был как раз договорной. Ну, вот вы из Сюзерен, я, допустим, вассал. Мы все неграмотные, у нас из баронов на всю Францию грамотных штук 20, как максимум. Остальные не читать, не писать. Мы заключаем договор о службе, и аммаж, то есть в переводе, так сказать, с латыни, дань уважения, аммаж выполняет функцию подписи на этом контракте трудовом. И эти отношения коммерческие и возмездные. Если я вам нанимаюсь на службу вассалом, вы мне за это что-то даете. Наследственный или в пользование земельный участок, денежку, плату, долю в добыче и так далее. И у нас четко прописано, кто что делает. Вот, условно говоря, я у вас вассал, 40 дней в году я у вас в вашем распоряжении. Воевать, не воевать, это, так сказать, не мое дело. В договоре, так сказать, сказано, значит, надо выполнять. Что, естественно, приводило к интересным вариантам. Например, был реально абсолютно случай. Один такой вот гордый, достойный муж, рыцарь, значит, заключил договор со своим сюзереном о том, что он будет служить сюзерену до тех пор, пока у него не кончится продовольствие. Сюзерен опухнулся, согласился, слово дал. И сей доблестный муж каждый год один раз приезжал к нему, вот к сюзерену, в замок с окороком, прикладывал титанические усилия, чтобы съесть его за три дня, и уезжал себе обратно. Все ровно. Вот. И нарушение, ненарушение этих обязательств было, что называется, социально, а не юридическое. По той же схеме, почему купеческое слово было нерушимо. Кому корпорация маленькая, рыцарей на всю Францию не так много, несколько тысяч, а, условно говоря, баронов так несколько сотен, ну, титулованных знать. Вот. И если ты слово не сдержал, ты просто вылетаешь из профессии. То есть там не в суд подавали, а либо пристукивали на поединке, либо, соответственно, ты вылетал из профессии, деваться тебе было некуда. С тех пор прошло некоторое время, и когда образовались национальные государства, присяга повысила свой статус. Присяга означает, что вы входите в определенную группу социальную. И цели этой группы выше ваших личных целей, и вы готовы за эти цели отдать жизнь. И в этом вы клянетесь. Поэтому это не письменный договор, а присяга, то есть специальный формат. В принципе, ничего сложного. Я как раз, как профессиональный юрист, стараюсь избегать замороченной профессиональной терминологии, объяснять все простыми словами. Так вот, в чем сила присяги понятна? Человек дает клятву, и туда входит в том числе подчинение приказам. Принцип единоначаля в армии никто не отменял. Я надеюсь, не отменял. Попытки были, приказ номер один временного правительства все помнят, и все помнят, чем это закончилось. Но этот принцип не всеобщий. Он имеет определенные границы. И в частности, есть такое довольно древнее понимание, которое касается, кстати, не только военнослужащих. Двум господам не служит. Это Труфальдин у Карла Гальдонни, у него получалось. А вот служить двум господам по разной линии фронта не получалось пока ни у кого. Я надеюсь, не получится. То есть, когда в одной присяге у вас выполнение приказов власти, службы народу, это работает только в том случае, если народ и партия, как в свое время говорили, едины. А вот если правительство занимается войной с собственным народом на уничтожение, то есть занимается, например, геноцидом, что охватывается, что тут же, извините, как профессионал скажу, соответствующей конвенции от 1948 года, о пресечении преступления, геноцида и наказании за него. Вот Вашингтон в 1948 год. Вот. А вот в этом случае каждый, кто принес присягу в такой стране, стоит перед выбором, какую сторону взять. И уклониться от этого выбора технически невозможно. Точно так же, как нельзя говорить, я в 90-е годы слышал от некоторых военнослужащих, я готов выполнить любой приказ своего президента. Да не вопрос. А если вы получите приказ перейти на сторону врага с оружием в руках в военное время? Тоже этот приказ выполнен? Флаг вам в руки. Вот. То есть вопрос, который мы сейчас обсуждаем, он достаточно сложный и неоднозначный, его хотелось бы понимать глубже. Я краткую вступительную лекцию закончил, теперь перейдем к обсуждению, собственно, темы. Выбор должен делать каждый человек во время принятия решений. Да. Человек, давший присягу и поступивший на военную службу, неважно какую. Вы не поверите, он личности своей не теряет. И воли своей тоже не теряет. Когда вы заключаете брак, это я аналогию привожу, правовую, вы же тоже на себя накладываете ограничения. Взамен вы получаете более высокий статус, образуется уже коллективный субъект, семья, в котором вы играете какую-то роль. Но вы не утрачиваете свою личность. Вы сохраняете свободу воли и действуете по своему разумению в рамках тех обязательств, которые вы на себя взяли. Например, по заключению брака. Вот вы выбрали эту женщину, извините, теперь гулять по крышам весной, как вы привыкли, так сказать, до свадьбы, вы уже не можете, вы потеряете лицо. То же самое один в один на военной службе. Вы выполняете приказ в рамках тех обязательств, которые на себя взяли. И эти обязательства прописаны не в контракте, а в присяге. Итак, возможны ситуации, когда человеку придется выбирать, выполнять приказ или не выполнять приказ. Вот, например, вы перечислили про геноцид. Я, поскольку демографией занимаюсь, поэтому я знаю, вот те уже, наверное, сотни тысяч ребят, которые героически защищают наши интересы, хотя в чем интересы, мне не совсем понятно, но героически защищают. А я знаю это точно, если, допустим, ушло туда, вот, мобилизация, 1800, это значит, от каждого по два ребенка не будет, это будет 1 600 000 потерянных жизней. В условиях демографической катастрофы это очень-очень печально. И вот у меня вопрос тогда, выполнять или не выполнять? А еще что, я тогда облегчу немножко ситуацию. Вот в присяге, а это клятва, в присяге росгвардейца и сотрудника МВД там нигде не написано, что я должен выполнять приказы подчиненных. В отличие от военного приказа, присяги или присяги советского солдата, там написано, я клянусь служить Конституции и народу. Там написано вот именно так, там нет слова выполнять приказы начальника. И вот меня, вот как раз инициировал вот этот звонок товарища, мы должны сейчас проговорить, подключив еще юристов, в каких ситуациях он может говорить, что вот этот приказ преступный. Вот конкретно, если клянется Конституции, то нужно нам тогда посмотреть и сказать, вот если вам дают приказ нарушить вот эту статью, вот, например, 31 статья, гражданин, граждане могут выходить без оружия, свободно митинговать, обсуждать. И вот если вышедшего нормально без оружия человека или женщину начинают хватать и сажать в автозак, а еще и бить дубинкой, и было, что и ногами в живот беременной женщины. Вот это преступление или нет? Вот само по себе запрещение выполнять нормы Конституции, я сейчас очень аккуратно, теоретически, мне хорошо, я философ как бы, я рассуждаю философски. Я ни к чему не призываю, я ни за что не агитирую, меня интересует разобраться. Вот если в присяге, в клятве написано, я служу Конституции и должен выполнять только те законы, я потом посмотрел еще комментарии, если приказ направлен на нарушение Конституции, я не имею права, вернее, я должен его не выполнять, потому что это нарушение моей клятвы. Вот как быть вот в такой ситуации? Ну, во-первых, вы предлагаете путь крайне сложный с точки зрения процедурный, потому что я как начальник, отдавший приказ, а если я его отдал, значит, я его должен защищать. Иначе какой я в болото начальник? Я вам всегда объясню, что вы не правы, хотя бы потому, что я начальник, а вы, соответственно, подчиненный. И на ваше возражение, что вы эту Конституцию на досуге читали, я скажу, что у нас Конституционный суд, ты у нас, так сказать, в соответствии с законом имеешь право трактовать действующее законодательство, а посидеть на гаупт вахте суток трое за неисполнение не хочешь. Понимаете, ситуация несколько сложнее. Так вот как быть в этой прелести вот этой сложности? Нам нужно в ней разобраться. Я попробую объяснить. У нас, у юристов, есть такое правовое извращение. Оно называется нормативизм. Оно фетишизирует законодательство, в том числе и Конституцию. Этот подход принципиально порочен. Что такое нормативизм, наверное, понятно из названия, но я все-таки объясню. Вот то, что у нас в скрижалях написано, то есть святая правда, любое отклонение влево-вправо является должностным преступлением, неисполнением приказа, все такое. И, соответственно, не вашего собачьего умодела, что там конкретно написано и кто это писал. Это зашибись тема, она очень удобна с точки зрения управления, но, тем не менее, есть понятие преступного приказа, мы его как раз собирались обсуждать, есть понятие нелегитимного закона. Например, Нюрнбергские законы нацистской Германии были приняты предельно демократическим способом через парламент, который у них назывался по-немецки Рейхстаг. И процедурных нарушений при принятии нюрнбергских законов не было. Они не противоречили действующему законодательству нацистской Германии, по которым евреи сажали в концлагеря и по исчерпании надобности жгли в крематориях. И когда пришли, соответственно, воины антигитлеровской коалиции, спрятаться за законами не получилось. Какая была позиция у адвокатов, значит, благородных немцев на нюрнбергском процессе. Кстати, сочетание очень хороших нюрнбергских законов, и именно поэтому трибунал был именно в нюрнберге, чтобы, так сказать, соединить, так сказать, закольцевать тему. Так вот, позиция адвокатов была замечательной. Юридически я прям плакал. Кто читал, помнит, значит, у тех, кто отдавал приказы чистые руки, у тех, кто эти приказы исполнял, чистая совесть. Типа, а за что мы? А что тут Рейхстаг напринимал? Верховный главнокомандующий Адольф Лоизович приказ отдал, мы что, мы? Я вольмайф какие тут вопросы могут быть? Вот. Проблема этой позиции в том, что в эту игру можно играть и в другую сторону. У исполнителей руки в крови, а у отдающих приказы совесть в той же крови. То есть релятивизм штука такая. Это хорошо, когда за тобой стоит полнокровная дивизия СС, и ты можешь объяснять безоружным, что ты прав, и у нас тут Рейхстаг законы напринимал. А вот когда перед вами стоит Красная Армия, акценты смещаются. И вообще право написано для сильных и для бодрствующих. И откуда берется вообще понятие нелегитимного закона. Если закон нарушает определенные принципы, он становится нелегитимным. Два сорта нарушения, чтобы не входить в дебри. Первое, процедурные нарушения. То есть когда у нас по закону это решение принимает, допустим, референдум, а мы это приняли Верховным Советом или, допустим, президентом. Вот та бумажка, которую подписал президент мимо референдума, она юридически ничтожна с момента принятия, потому что по Конституции право переименовывать государство и выделять его из другого государства принадлежит не исполнительной власти любого калибра, а всему народу, и это решается через референдум. Это процедурные вопросы. Второе, это вот то, что я вот чуть раньше проиллюстрировал преступным приказом перейти на сторону врага с оружием в руках в военное время. Вот то же самое. Приказ, который разрушает цели, объявленные при создании государства, поэтому идеология является абсолютно необходимой составляющей любого государства. Без него это просто организованная преступная группировка. Вот. Если вот этот диссонанс проявляется, есть основания говорить о преступном приказе и нелегитимном законе. Когда вы принимаете нюрнбергские законы о том, что часть людей по причине разреза глаз или вот орлиного профиля не имеет гражданских прав и имеет второй сорт, это не может быть правильно. Люди по сортам не делятся. Евгений Юрьевич, можно я начну? Меня интересует, вот вы прекрасно говорили в теоретическом плане, а я и меня вот я теоретик, а меня подтолкнуло вот это обращение товарища, он прямо сказал, что нужна памятка, то есть конкретно как должен поступать солдат, которому генерал отдал приказ через его непосредственного командира сдать оружие и сдаваться. Он как ему поступать? Или ему командир росгвардеец сказал, мне плевать на конституцию это фетиш, я тебе говорю, делай, как я приказываю. Вот в практическом плане, как он должен поступать? Именно конкретно он, Иванов Иван Иванович? Статья, если мне скорее рост не изменяет 89-й, боевого устава вооруженных сил, существует понятие, во-первых, преступного приказа, а во-вторых, воинский начальник, даже старший, отдавший преступный приказ, является преступником. Опять возвращаясь конкретно, так ему не выполнять приказ? Более того, воинский начальник, отдавший преступный приказ, подтвердивший это словом и делом, он перестает быть не только начальником, а даже военнослужащим, он переходит в светлую категорию преступников. У сержанта, или вообще у подчиненного, неважно, в каких он погонах, нет возможности сказать начальнику, отдавшему преступный, как по совокупному мнению, приказ. Подождите сейчас секундочку, я сбегаю туда, военную прокуратуру, напишу заявление, они мне сейчас быстренько напишут заключение, я его печать на него поставлю, приду сюда, вам предъявлю, и на этом основании, соответственно, буду вас разоружать и сажать под арест в холодную эту самую каталошку. Это замечательно, с точки зрения меня, как юриста, это просто идеальный, можно сказать, механизм, все законно, процедура соблюдена, я просто не представляю, как в реальной жизни ее осуществить. Поэтому в реальной жизни, когда воинский начальник или любой другой начальник отдает приказ, нарушающий основополагающий принцип построения государства, зафиксированный в Конституции или, например, в воинской присяге, он обезоруживается и арестовывается, в случае сопротивления вооруженного уничтожается, потому что он, в отличие от уголовного преступника, преступник военный, а военный преступник, у него другой правовой режим. Вот уголовного преступника, даже вот еще суда не состоялось, вот Чикатилу поймали, вот это самое, за ноги сволокрыц ребенка, вот еще никаких судов не было, но тем не менее вы все это видели, вы не имеете права его пристрелить на месте. Это нарушение закона. Вы принимаете одну из сторон, либо сторону народа, либо сторону власти. Поскольку как правило в правоохранительные органы идут служить власти за деньги, у вас особой дилеммы нет. Нет, в клятве там не написано власть. Вот в чем прелесть клятва? В чем тут клятва? Мы сейчас говорим о существе вопроса, а не бумажках и буковках или там циферках. Мы говорим о существе. Если власть отдает приказ чморить собственный народ, неважно каким способом. А как это мне определить, он преступный приказ или неприступный? Должна быть совесть. понятие нематериальное, но тем не менее вполне себе рабочее. Если власть комплектует своих защитников из людей бессовестных, это хорошо в том плане, что мы получаем управляемые структуры. Отдал приказ расстрелять в хлам демонстрацию, ее расстреляли в хлам. Механизм, который мы обсуждаем, не одна сотня лет. Личность имеет встроенное, вкрученное свойство, которое отобрать нельзя. это принятие осознанного решения, выбора. И в данном случае выбор простой, как грабли. Либо если у нас единство партии народа, то есть власть едина с собственным народом, как у нас в Российской Федерации, где президенты поддерживают свыше 90% населения, все мы в это бесспорно верим. Вот. В этом случае нет никаких проблем, потому что нет зазора. Командир отдал тебе приказ от лица власти, он же власть в этот момент, и ты выполняешь. Почему? Потому что ты выполняешь приказ в интересах всего народа, но при этом может быть придется ущемить конкретную ружу, которая, например, нарушает закон. Нормально. Это, строго говоря, по идее штатный нормальный режим. Так должно работать. Из этого исходит теория социальная и юридическая, правовая, так сказать. В реальной жизни она не всегда встречается перед глазами. Достаточно широко распространены случаи, когда власть ведет войну против собственного народа, потому что власть защищает интересы, допустим, крупного капитала своего или иностранного, а народ ему в этом мешает, потому что вместо того, чтобы молча стоять в стойле и жрать положенную морковку и не чирикать, они тут, понимаете, начитались про гражданские права, идут, понимаете, их защищать через профсоюзы или через демонстрации. Вот им нужно дубинаторам объяснить, что они быдло, и загнать их обратно в стойле. Это вот голубая мечта, значит, вот белой армии, которая, соответственно, под этим лозунгом, собственно, и шла воевать с красными, что загоним быдло обратно в стойле. Так вот, в выборе между интересами власти и интересами народа у нас есть компас. В Российской Федерации это Конституция, там, кстати, четко написано, что источником власти является народ. Скажу вам по страшному секрету, никто не знает, в Конституциях абсолютного большинства, если не всех, стран мира записано приблизительно то же самое разными словами. То есть этот приоритет стал уже нормой, праве и, так сказать, в теории. И когда конкретный военнослужащий или полицейский делает выбор в полудзу власти, которая противостоит собственному народу, следовательно, является властью преступной, и она является не властью, организованной преступной группировкой, он становится ее сообщником и соучастником и, соответственно, понесет ответственность. Точно такую же, которую понесли гитлеровцы, на Нюнбергском процессе, их притащили туда, именно за этот хобот, потому что они выполняли преступные приказы, они вели агрессивную войну, они уничтожали мирное население, что уже нарушает международное право и является военным преступлением. Не воинским, это не мародерство или не исполнение приказа или дезертирство, а военное преступление. И критерий, на какую сторону встать, вот там и зарыт. Выбрал сторону власти, твое право, ты свой выбор сделал, не обижайся. Нюнбергский процесс, он, как сказать, он, конечно, в прошлом, но он растворился в будущем. Он никуда не делся, и принципы там заложены. Никто пока оспорить так и не смог. Поэтому каждый военнослужащий, я на ваш вопрос отвечаю, перед которым стоит вопрос, что делать в случае преступного приказа, ему нужно смотреть не на формулировки или на выражение глаз начальника и заслуживца, а вот сюда, на какую сторону встать ему лично. Здесь, кстати, помимо сугубо теоретических вот этих вот вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, стоит, извините, такая сермяжная и посконная реальность. Если власть неустойчива, очень страшно встать на сторону власти, потому что можно отвести. Недавно был плен у Верховного Суда, где впервые поставили, такого никогда не было выражения преступный приказ, это впервые появилось, это очень опасное выражение, очень, потому что оно может разрушить единого началия в армии, а с другой стороны она может человеку дать право не следовать приказу генерала Власова, потому что тогда появляется какая-то сложная ситуация, в которых если я буду выполнять приказ, я нарушу свою клятву, а если я не буду выполнять приказ, я, значит, в рамках уставных отношений я подлежу преследованию, потому что я не выполнил приказ, и вот тогда нужно нам написать памятку. Значит, с точки зрения власти, значит, напоминание о том, что у нас есть конституция, ее надо выполнять, рассматривать сейчас как экстремизм. Покажите. 282 статья. Ничего там такого не написано. И мы тогда спокойно и начинаем смотреть, а что такое экстремизм? И вдруг обнаруживаем, нет определения экстремизма. Вот вы можете понять, определения экстремизма нет. Наша задача, должны быть какие-то силы нормальные, честные, грамотные, не с винтовкой против танка. А мы должны дать инструкцию, если идет танк, пригнись, спрячься в окоп, он над тобой проедет, потом развернись и брось вслед ему связку гранат. Мы должны научить людей следовать присяге и конституции. Вот наша задача. Вы давайте обсудим. Мы не заговорщики. Мы пытаемся разобраться в сути явлений. Я не припомню за последние 30 лет реального диалога между властью и любыми специалистами, так сказать, не из каких-то серьезных властных структур. Шапито был афганного типа не считай. Любые способы вывести власть на диалог, мне известны, успехом не увенчались. Мы не заговорщики. Мы не собираемся заниматься бузотерством. Мы пытаемся решить проблему, которая есть, и обращаемся к вам, возразите нам. Если они нам не ответят, мы честно скажем, мы обратились, ответа не получили или получили в виде отписки, но мы открыты. Мы легитимно пытаемся решить ключевой вопрос, тем более, что он поднят пленумом Верховного Суда. Преступный приказ может быть. Как поступать в этом случае? Процедура отстранения собственного начальника от исполнения своих обязанностей известно очень давно. Не хочу сказать, что это частый случай, но это штатный режим, то есть отстранение командира, который отдал преступный приказ, известно человечеству сильно давно. В принципе, прецеденты, когда несостоявшиеся генералы Власова пытались завести свои подразделения через линию фронта, заканчивая их арестом, обезоруживанием и иногда пристреливанием на месте. Есть такая процедура. Как им сохранить свою честь, следовать присяге и клятве, если приказ на преступный? Каждый военнослужащий, он как минимум, просто по факту, что он военнослужащий, он как минимум неслабоумный и, так сказать, у него нет органических поражений головного мозга и нарушений высшей когнитивной деятельности. Иначе он медкомиссию не прошел. Поэтому они все умные, все принимали присягу. Не все иногда хорошо отдают себе отчет в конкретной ситуации, но тем не менее выбор стороны в социальных конфликтах делает каждый. И потом этому выбору следует. Особо умные меняют этот выбор в зависимости от конъюнктуры. широко распространенные в последние десятилетия категории людей. Но тем не менее не встречался человек, который бы, находясь при власти, при службе, при оружии табельном, значит, и все такое, не осознавал этих вопросов и находился вот в тумане правовом и идеологическом. Все все прекрасно понимают. Просто делают морду кирпичом и говорят, вот у меня есть приказ, вот я буду стрелять, пока он не разойдет. Значит, ему надо сделать свой личный выбор. Либо он сделает морду кирпичом и будет выполнять эти приказы и, соответственно, станет в строй вместе со своими начальниками. Либо гордо откажется и вылетит со службы. Но вот это сделать выбор нужно прописать, что если однозначно ты делаешь вывод из документов, которые существуют, что это преступное распоряжение, ты его не выполняешь. То есть, мы должны человеку сказать, не просто твой гордый выбор, нет, ты просто следуешь присяге и громко говори, я не против начальника, я выполняю свой долг, клятву и присягу, я там служу народу и конституции, а распоряжение начальника в данном случае для меня вторичное. Первичное это присяга и клятва. И вот тогда уже человек совершенно по-другому себя чувствует. Он не бунтарь, нет, он наоборот выполняет первый завет присяга. Если есть яйца в странах, им нужно сделать выбор, который подстрелит этому совести присягу. Для того, чтобы вас коррумпировать или втянуть в измену, например, государственную, плохая тактика прийти и сразу вам в лоб сказать, так быстро бросай все, айда на сторону врага. Можно и в репу огрести. А вот если шаг за шагом, степ-бай-степ по мелочам, за денежку малую, потом немалую, потом мелочь пустяковая, потом менее пустяковая, вы становитесь повязаны, и вам уже намного сложнее сделать нравственный выбор. Если страна близка к социальному расколу, условно говоря, гражданская война находится в латентной стадии, вот здесь уже начинают работать большие социальные законы. Мы их наблюдали сто лет назад, мы их будем наблюдать, я думаю, достаточно скоро еще раз. Вот, и в данном случае предсказание будущего, оно достаточно простое. Берешь учебник по истории и читаешь, что было сто лет назад. Люди не обучаемы, и на собственных ошибках учиться отказываются категорически. Количество героев растет лавинообразно. Чем выше этот раскол, тем больше героев. Даже в период самой страшной гитлеровской диктатуры кто-то, даже с достаточно серьезными погонами, выступал против нацистов и иногда платил жизни. А вот когда Красная Армия топталась на Зиеловских высотах, количество людей, не согласных с нацистским режимом, выросло на три порядка.